Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня стало известно, что на фонд по борьбе с коррупцией, который возглавляет Виталий Бородин, собственно говоря, который, вы знаете, очень деятельное участие принимает в борьбе с отъездунами, собственно, пишет обращение, и вот с Козловским была ситуация. Сейчас с Аней Лорак. С Аней Лорак ситуация была много, еще очень много всего. С Аней Лорак ситуация была не совсем приятная, потому что, вы знаете, что он пошел на концерт, плясал там. Многие осудили его за это. Да, но есть хорошая фраза, прежде чем судить человека, отходи две недели в его макосинах. Я к тому, что мы не знаем, какая сила, возможно, воздействовала на этого человека. И что заставило его вот так, скажем, сто раз в посте указать, что она не виновата, ее проверили, и все. Михалков показал ответ, вы все видели, от администрации президента, где вначале черным по белому написано, в ответе прям, что да, она в начале операции опубликовала несколько постов в поддержку сопредельного государства. Это подтверждает администрация президента. Но лояльность ее гарантировал Песков. Поэтому, прослеживая некоторые аналогии, делая, примерно можно понять, скажем так, что Бородину пришлось, скажем, не сладко в этой ситуации, скорее всего, я так предполагаю. Многие говорят, что это не оправдание для него, что нужно было быть честным, рассказать все. Мы не знаем, как оно было там, еще раз говорю, но вот сегодня на его сына напали. На сына главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина напали в Барвихе. Мужчина рассказал, что его сын сделал 9-летнему мальчику замечание на площадке из-за того, что ребенок нашел электронную сигарету, алкоголь-то буквы не вредит здоровью, оставшуюся после взрослых ребят, и курил ее. Тогда мальчик пожаловался отчиму, который и пришел на разборки. Как выяснил сам глава ФПБК, этот мужчина отсидел 10 лет, торговал наркотиками, был судим за разбой. Наркотики зло, занимайтесь спортом. При этом обидчик продолжает преследовать сына Бородина, из-за чего тот боится ходить в школу. Глава ФПБК даже думает о том, чтобы приставить охрану. Полиция разбирается в ситуации. Друзья, вы знаете, дело все в том, что можно сказать, что мальчик сделал замечание, а тот привел отчима, и вот так оно все случайно получилось. Зачем преследовать? То есть, мужчина, который 10 лет отсидел, преследует сына Бородина. Я хочу сказать, что мне кажется, что это не случайность. Человек, который так рьян и так долго, и ведь не просто говорил, а он делал, он писал заявление, он писал просьбы с проверкой. По его заявлениям отменили много концертов. Кого? Чьи концерты? Это деньги? Это же все упирается в деньги. И раз, и такая ситуация с Лорак, и сейчас его сына на него нападают и преследуют. Вы знаете, дети это святое, и неизвестно, еще раз говорю, что было, а может быть, ничего не было. Может, он действительно, ему прислали ответ, что все перепроверено, и он пошел. Может так. Я не знаю. Я только предполагаю, это мое мнение, что когда я читаю пост, где человек несколько раз делает акцент, что она ни в чем, ни в чем, ничего проверила, это как-то странно для меня. И теперь ребенок. Это самое святое, и естественно, мы понимаем, что родители сделают что угодно ради ребенка. Поэтому интересная ситуация складывается, и интересная, и довольно опасная, скажем так, да? Разворот такой идет. Друзья, что вы думаете на все счет, совпадение или нет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7. Не зря и Соловьев тут сразу Шепелева лорак обелил на программе. Довольно интересная ситуация. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова